Здравствуйте! Кстати, в эфире программа «У книжной полки», ее ведущая Наталья Козынцева. Оптина пустынь на протяжении столетий была для России училищем благочестия и покаяния. Наставления и богатейший духовный опыт преподобных старцев и сейчас не утратили своей значимости. Что такое исповедь и как правильно к ней подготовиться? Чем исповедь отличается от откровения помыслов? Почему исповедь иногда не помогает бороться с грехом? Чем руководствоваться при выборе духовника и какие при этом возникают недоумения? Ответы на эти и многие другие вопросы дают оптинские старцы в книге, которую мы сегодня предлагаем вашему вниманию. Она вышла в свет в издательстве Веденского мужского монастыря «Оптина пустынь» и называется «Исповедь и откровение помыслов в духовном наследии оптинских старцев». Поучение о покаянии оптинских старцев – это, как отмечают издатели, слово пастырей, пекущихся о благе каждой души. Со страницы здания читателям приоткрывается тайна оптинского покаяния, которым жили не только старцы, но жила вся оптинская обитель на протяжении целого столетия, благодаря старческой преемственности. Книга состоит из четырех глав, в которых подробно говорится о важнейших сторонах таинства исповеди и откровения помыслов. Собранные в книге из речения преподобных отцов оптиной пустыни сопровождаются разъяснениями и комментариями автора-составителя и ромонаха Дмитрия Волкова, изложенными в доступной для широкого круга читателей форме. Как отмечает отец Дмитрий, покаяние естественно для человека, оно вкоренено в его природе. Когда мы сожалеем, что сказали близкому человеку гневное слово, мы уже каемся. Когда мы вспоминаем старые ошибки и испытываем стыд за свою грубость, глупость, раздражительность или надменность, клянемся себе, что будем избегать греха, мы снова каемся. Везде, где возникает сожаление о сделанных ранее грехах, где есть деятельное стремление изменить свою жизнь и скупить вину, можно говорить о покаянии. Даже убежденные атеисты могут каяться в своих проступках, но их раскаяние обращено не к Богу или высшим силам, а к обществу, к людям, имея в своем основании человеческую мораль и действие совести. Первым покаянный плач пролил первозданный Адам, и с тех пор человечество кается в своих грехах. Нужду в покаянии осознавали самые чуткие и нравственные люди Древнего мира. В библейской истории покаяние обращено уже к Богу, и, главное, Бог откликается на Него. Жители Неневии услышали проповедь Ионы, наложили на себя пост, и Господь принял их покаяние. Моносея, развративший множество людей, смирился в вавилонском плену, вознес молитву Богу о своих беззакониях, и Господь внял ей. Царь Давид после убийства мужа Версавии пролил покаянный плач и был прощен, а слова этого плача ежедневно повторяет православная церковь. Другой иудейский царь Езекия молился Богу о продлении жизни и получил желаемое. И в молитве он свидетельствовал, что его выздоровление сопровождалось отпущением грехов. Что изменилось в Новом Завете? В чем новизна исповеди, таинство покаяния по сравнению с ветхозаветными прообразами? Как говорит отец Дмитрий, если рассуждать о таинственной природе происходящего, то здесь мы можем только веровать и говорить, что Господь на исповеди отпускает нам грехи и неким благодатным образом по вере приходящего полностью уничтожает их действия в душе. Но такое определение наталкивается на правду жизни. Ведь многие исповедуются с верой, но греховные вожделения не оставляют их и после разрешительной молитвы. По этому объяснению действия таинства покаяния в Новом Завете мы должны добавить еще человеческое измерение. То, что должны делать лично мы для успешного противоборства греху. Ведь таинство исповеди не отменило личного покаяния и не вобрало его в себя, заключив лишь в рамках чина исповеди. Покаяние в Новом Завете остается поприщем личного подвига и превышает пределы самой исповеди как пространственно, так и хронологически. Покаяние начинается еще до исповеди и не заканчивается ею. Подробно о значении исповеди и сути покаяния автор-составитель говорит в первой главе книги, которая так и называется «Исповеди покаяния». Многие из тех, кто читает книги о покаянии или слушает проповеди священников, не раз сталкивались с таким словом, как метаноя, что в переводе с греческого на русский язык значит «перемена ума». А старец Амвросии на вопрос «Что есть покаяние?» очень просто отвечал «Оставите первое, то есть согрешение, и скорбейте о них». Разъясняя эти слова, отец Дмитрий пишет. В словах старца Амвросия покаяние приобретает измеримый характер и означает оставление грехов, то есть реальную перемену жизни. В то же время такая перемена не может осуществиться без приобретения добродетелей. В этом суть покаяния — полное преображение жизни, служение Богу, а не греху. То есть покаяние должно приносить плоды, без них оно неустойчиво и возможно от падения. Ответы на вопрос «Чем восполняется недостаточность покаяния?» даются в этой же главе книги. Здесь говорится о жизненном кресте, который человек творит себе сам, и о том, что мы с терпением должны переносить скорби и не роптать, потому что, к примеру, болезнь может быть формой непроизвольного покаяния и великой милостью Божией. Кроме того, в первой главе говорится о том, как подготовиться к исповеди, как следует проверить себя, и почему исповедь иногда не помогает. Ссылаясь на наставления старцев, автор также говорит о чистоте исповеди и о том, что не стоит, исповедуясь, называть других участников греха и осуждать обидчиков. И еще много других вопросов, касающихся исповеди и покаяния. А в следующей главе отец Дмитрий подробно рассказывает о такой стороне духовной жизни, как откровение помыслов. Почему необходимы откровения? В чем разница между исповедью и откровением? Как выбрать духовника? Как и что исповедовать? И какие бывают козни врага на пути откровения помыслов? А о борьбе с помыслами повествует третья глава книги. В четвертой главе разбираются наставления старцев духовникам и старицам. А в завершении издания отец Дмитрий отмечает, «Даже когда мы не знаем, в чем кается, когда нам не хочется или кажется это искусственным, надо приучать себя к покаянию, хотя бы на сантиметр склонять нашу жестоковынную душу перед Богом, ближним и духовником. Потихоньку, через слова самоукорения, через наблюдение за собой и борьбу с помыслами, будет совершаться таинство смиренного покаяния, которое при помощи Божией возродит и обновит нас». Субтитры создавал DimaTorzok «Огромное количество христиан». Рассмотрим их наставления и увидим, что наши недоумения не являются неразрешимыми. Они были во все времена. Противоядие им дано давно. Надо только воспользоваться им. Дорогие друзья, на этом время наша программа подошла к концу. Я с вами прощаюсь и напоминаю, что новинки православной литературы вы можете найти в церковных книжных лавках и в православных библиотеках. Желаю вам интересного и полезного для души чтения. Всего вам доброго. До свидания. До новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok